Приветствую всех! Сегодня я хотел бы предложить порассуждать над служением апостола Павла и извлечь некоторые уроки из его подходов, его методов, его способов проповеди и служения. И для примера хотелось бы взять несколько стихов из книги «Деяния апостолов». Первое место это будет 13 глава, 46 стих. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Это первое миссионерское путешествие апостола Павла, которое он совершил с Варнавой. Там был у них еще Иоанн Марк, который отделился после того, как они отчалили с острова и направились в сторону материковой части современной Турции. Первое миссионерское путешествие, и мы видим, что сразу же приходит такая корректировка или уточнение направления, уточнение области действия Павла. То есть он начинает, он пробует себя, он щупает, где-то прощупывает духовную почву, и здесь мы видим, как он начинает приходить к тому осознанию, что все-таки основным острием, основным вектором, основным направлением его служения являются язычники, а не иудеи. И в первом же своем миссионерском путешествии он приходит к этому выводу на основании той реакции иудеев, которую мы видим здесь в Антиохии Писидийской. Вот эта проповедь большая, которую я частично воспроизвел в одном стихе, она была произнесена в Антиохии Писидийской. Вообще Антиохии разных было много, да, ну как бы немного, но три, по-моему, Антиохия Писидийская, Писидийская и еще там какая-то. Название этих городов по имени античного царя, Антиоха, там, Епифана, Ефимана, там, я не помню точно этих имен, но неважно. Короче говоря, в Антиохии Писидийской Павел приходит к выводу с Варнавой, да, что все-таки острием их служения должны быть язычники, а не иудеи. И вот они в открытую здесь об этом заявляют, что все, мы идем к язычникам, потому что вы сами своим поведением, своей реакцией делаете себя недостойными той благой вести, которую мы проповедуем. И, может быть, когда-нибудь к вам придет это время, да, ну, мы потом уже на страницах посланий Павловых видим вот эту мысль, или вот это откровение, что ожесточение в Израиле произошло до времени, то есть не нужно париться по поводу того, что Израиль не будет спасен, он будет спасен в свое время, там, Бог с ним работает по-своему и так далее. То есть здесь Павел не то, чтобы ставить точку над Израилем, да, или приговор, да, какой-то озвучивает, что все бесповоротно и окончательно Израиль погиб. Нет, он просто говорит, что мы вот приходим к выводу, что нам не стоит, да, с вами как-то тут связываться, пойдем лучше к язычникам, они более благосклонно принимают Слово Божье. И когда я прочитал вот этот стих, я подумал, ну, все, теперь Павел пойдет по площадям, по античным, да, по греческим, будет там говорить только философам, только каким-то еленским слоям, да, того античного мира. Но нет, первый же стих 14 главы опровергает это мнение, да, или это, ну, как бы направление мысли, 14 глава, первый стих. В иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и продолжали там проповедовать. То есть мы видим, что в антиохии писидийской они получили, как бы сказать, отпор, негативную реакцию, потом они, кстати, я прочитал только один стих из 13 главы, да, 46, если прочитать до конца 13 главу, то там видно, что иудеи воздвигли гонение, то есть после этих слов они там исполнились ярости. Вообще мысль о том, что Евангелие и благосклонность, благоволение, да, благословение Господне может каким-то образом распространяться на язычников, евреям была просто как красная тряпка для быка, знаете, то есть они сразу приходили в жуткую ярость. Если вы посмотрите защиту Павла на Иерусалимском Синедрионе в конце книги Деяний, то вы увидите, что до сих слов они слушали Павла, а когда он упомянул, что он послан к язычникам, то они подняли там такой крик. Вот, они воздвигли гонение в Антиохии Песидийской, изгнали Варнаву и Павла из своих пределов, и, ну, как бы окончательно закрылись, да, именно иудеи в этом городе Антиохии Песидийской окончательно закрылись. Но в 14 главе Павел пошел в другое место, да, с Варнавой, пошел в Иконию, добрался, да, до Иконии, и, казалось бы, да, ты только что озвучил, ты только что провозгласил, что все, я больше с иудеями не связываюсь, пусть там Петр, да, пусть там те, кто призван, те и занимаются евреями, иудеями, а я все, я как бы уже окончательно пришел к выводу, что бесполезно с ними иметь дело. Нет, они заходят опять в иудейскую синагогу, снова, да, на те же грабли, как говорится, вроде бы как, но, если мы почитаем до конца этот первый стих 14 главы, то будет очень интересно. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Обратите внимание, то есть, несмотря на то, что они зашли в иудейскую синагогу, они говорили так, они говорили не просто, как обычно, они говорили каким-то другим образом. Если в предыдущей проповеди, в Антиохе и Писидийской, они говорили как-то так, то здесь они уже говорили как-то по-другому. Говорили таким образом, в таком ключе, да, с такими акцентами, что это произвело гораздо более, скажем так, значимый и обширный эффект, чем то, что было в Антиохе и Писидийской. Великое множество иудеев и, главное, еленов. То есть, мы видим, что когда Павел говорит о том, что он не будет более обращаться к евреям, а обратиться к язычникам, это не означает, что он место поменял. Если мы посмотрим дальше, вот 15, 16, 17, 18 главы книги Деяния Апостолов, то мы увидим, что Павел неизменно приходил в иудейскую синагогу. Неизменно. И всегда говорил, что я проповедую язычникам, но приходил в иудейскую синагогу. Всегда. Это касается таких больших городов, как Коринф, Фессалоника, Верия. Везде Павел приходил в иудейскую синагогу, рассуждал с ними. Даже в Афины он пришел. Вот почитайте 17 главу книги Деяний, и вы увидите, что Павел пришел в Афины. Там вроде бы как античный город такой греческой культуры, развитой научной мысли, цивилизации, философии и так далее. Ходил по улицам, видел вот эти все статуи, изображения, портики, колонны, храмы, вот эти языческие. И вроде бы как должен был сразу же пойти на площадь и говорить с греческими философами, но нет, он все равно посетил иудейскую синагогу, даже в Афинах. Вот если внимательно почитаете, вы там это увидите. Он посетил иудейскую синагогу, даже в этом, казалось бы, неподходящем для иудействования городе, как Афины. Афины – это греческий город, с развитой еленской культурой, где все из каждого угла, из каждого утюга вещает о греческой философской мысли. Но не место это, Павел, для того, чтобы иудействованием заниматься. Но нет, он все равно заходит в иудейскую синагогу. То есть неизменно. Так получается противоречие, Павел. Ты только что озвучил принцип или тезис о том, что ты больше не пойдешь к иудеям, будешь полностью посвящен язычникам, а ты все равно лезешь, немножко грубо, если сказать, в иудейскую синагогу, в каждом городе, в который ты вновь приходишь. Получается, как бы, такое небольшое противоречие. Но на самом деле противоречия нет. Место, может быть, осталось тем же, а способ проповеди поменялся. И если посмотреть, так, в ретроспективе, проанализировать в целом книгу «Деяния апостолов», то мы видим, что Павел варьировал свою проповедь. Он ее немножко видоизменял, подстраивал, припасовывал под те или иные обстоятельства. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, которую я, опять же, озаглавлю из цитаты, которую мы прочитали. 14 глава «Деяния апостолов», первый стих. «Говорили так, что уверовало великое множество». Говорили так? Вот как они говорили? Что уверовало великое множество. И главная мысль, и сразу же хотелось бы озвучить вот эту, ну, как бы сказать, молитвенную просьбу. Дай нам, Боже, тоже так говорить. Говорить таким образом, используя такие акценты, варьируя таким методом, да, или способом, тематику, направление и содержание своей проповеди, своего обращения, своего свидетельства, чтобы это приводило к обширному и глубокому эффекту. То есть, быть не закоснелым, да, не законсервированным в каких-то догмах, рамках или традициях, а варьировать свою проповедь. И когда мы проанализируем вот эту предыдущую главу, 13-ю книги «Деяний» и вот эту большую, достаточно хорошо законспектированную проповедь в Антиохе Писидийской, мы увидим, что Павел погрузился в иудейскую историю. Он там начал перечислять за царя Гороха, да, условно говоря, что происходило. Ну, немножко как бы погрузился в историю и начал издалека, да, там, из времен Давида, как всегда, и так далее, и так далее. Там Моисея зацепил. И все это в ретроспективе показал. Кстати, Стефан, да, первомученик, он тоже этим приемом пользовался очень, так вот, не брезговал, да, но понятное дело, что там была абсолютно монохромная, да, или однообразная аудитория. То есть, одни только иудеи. А здесь была смешанная аудитория в Антиохе Писидийской, и, тем не менее, Павел глубоко начал, опять же, там, из времен древних, с времен, там, Моисея, Давида, все вот это разворачивать. И, наверное, то, что Павел изменил, на мой взгляд, в последующих местах, это он перестал так уж сильно цепляться вот за эту иудейскую предысторию. Он сразу же начал, как бы, говорить о Христе в последующих местах. Единственное, что вот в Афинах Павел, на мой взгляд, чересчур приспособился, да, или чересчур, как бы сказать, склонил тематику или содержание, или акценты в сторону такой еллинистической культуры, в сторону еллинистической греческой философии. Ну, это не ошибка, это не есть какой-то грех, да, или там погрешность, что-то неправильное, но, тем не менее, где-то, по-моему, в первом послании к Арифину Павел сам сказал, что иудеи требуют чудес, да, а еллины ищут мудрости. То есть, и та, и другая аудитории, они предрасположены, предрасположены каким-то акцентом, каким-то, может быть, определенным направлением. То есть, мы должны учитывать аудиторию, особенности наших слушателей, мы должны это учитывать. Мы не можем одинаково говорить колхозникам, да, условно говоря, и каким-то представителям научной элиты. Не получится так, да. Вернее, как, нас будет сносить, да, или нас будет неизбежно уклонять в ту сторону, которая хотя бы каким-то образом будет соответствовать той или иной аудитории. Неизбежно, да, как бы подспудно, подсознательно. Мы будем уклоняться, да, мы будем уклоняться в хорошем смысле слова, да, то есть приспосабливаться, мимикрировать, да, где-то каким-то образом стараться соответствовать вот этой тематике, чтобы заинтересовать своих слушателей. Но, тем не менее, в этом нужно соблюдать баланс. Вот моя мысль и вот моя молитва о служении, да, нашим, ну, о моем служении, если я говорю о своем проповедническом, да, направлении деятельности, то я прошу и молюсь и в соответствии с теми местами Писания, которые мы сегодня рассматриваем, хотелось бы попросить у Господа мудрости и сбалансированности в том, как мы доносим мысль, да, евангельскую мысль, как мы доносим благую весть. Хотелось бы какой-то сбалансированности и эффективности. Но, согласитесь, сегодня мы с вами не можем зайти в трамвай с мегафоном и крикнуть «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ну, может быть, кому-то это и дано, но я себя вот лично в таком амплуа не вижу. Это не тот способ, это не то действие, да, не та манера преподавания, да, или преподнесения материала, которую, ну, я, как бы чувствую, что мне подходит. Может, кому-то это подходит. Опять же, не буду сильно вдаваться в критику. Но, тем не менее, есть какие-то способы, есть какие-то методы, которые сегодня более актуальны. Например, телевидение, интернет, да, YouTube тот же самый. То есть, какие-то вот такие способы я, во всяком случае, вижу для себя более-менее подходящими. И в этом хочется какого-то баланса, да, в самом способе донесения хочется какого-то баланса, чтобы это было, с одной стороны, приемлемо, да, а с другой стороны, полностью не уносило, не сносило меня, как свидетеля Иисуса Христа, в какую-то крайность. Вот я полностью погрузился, например, там, в рыбацкую тему, и вот только в рыбаках, да, только используя рыбаков, только используя снасти, там, сети и так далее, могу кому-то чего-то там благовесовать. Хотя, ну, опять же, это способ, да, это метод, но должен быть какой-то баланс. Я для себя так, во всяком случае, вижу. И поэтому сегодняшняя моя молитва, сегодняшнее мое прошение, да, или пожелание, нужда в том, чтобы быть сбалансированным. И мы видим, как Павел варьирует, мы видим, как Павел приспосабливает свою проповедь к иудеям сначала, да, потом к язычникам, он где-то ищет вот эти вот крайние точки, и потом говорит, мы проповедуем Христа распятого. Да, то есть, я пробовал и так, с иудейской стороны, да, как-то им более приемлемо донести, я пробовал и так, с языческой стороны более приемлемо, да, рассуждая над философами, рассуждая над их изречениями, пользуясь их цитатами и так далее. Я по-разному пробовал, и это было правильно, нормально, хорошо, здраво и негреховно, но вот эффективно, на мой взгляд, да, Павел пишет, не на мой взгляд, а на взгляд Бога, на взгляд Духа Святого, это проповедовать Христа распятого, это придерживаться какого-то сбалансированного такого метода и способа, то есть, важно, как мы говорим. Они говорили так, что уверовало великое множество, а мы говорим как? Здесь уместно также упомянуть и о чистоте речи, да, о каких-то, может быть, словах-паразитах, которые сопровождают нашу речь. То есть, тема достаточно большая, и хотелось бы, взирая, да, или рассматривая вот эти подходы, вот эти прощупывания, вот эти вот попытки, да, вот эти эксперименты, назовем это так, апостола Павла, для себя тоже извлекать уроки, выгоду, да, духовную, какое-то наследие, которым мы можем пользоваться, и сразу же, глядя на эти примеры, поступать эффективно, да, поступать мудро, нам нужна мудрость, дорогие друзья, да, это вот как проповедникам, как служителям, нам нужна мудрость, в том, как говорить. Хочется говорить так, да, чтобы это имело вот такой широкий, глубокий, всеохватный эффект. Да поможет нам в этом Господь. До новых встреч, до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok